Многоэтажки, не имеющие актов готовности к зиме, могут быть не подключены к теплоснабжению. Карагандинские чиновники продолжают очищать шахтерскую столицу от незаконных построек. Еще более 10 тысяч патронов охотничьего оружия сдала карагандинка в отдел полиции. Подключение к теплоснабжению многоэтажек, не имеющих актов готовности к зиме, под большим вопросом. В частности, это касается жилых объектов, у которых нет никакой формы управления и ответственного за теплоузел. Сегодня, когда сроки подготовки города к предстоящему утопительному сезону истекают, городские депутаты вместе с чиновниками посетили такие проблемные дома. Что они там увидели в нашем следующем сюжете. А у нас фактически недоверие к КСК, к форме управления. А с другой стороны, сами ничего не хотят они делать. Этот дом по улице Жамбыл один из тех, что может остаться нынешней зимой без своевременного подключения к теплу. Все потому, что здесь нет никакой формы управления. Ни КСК, ни ТО, ни ИП. Подвал в запущенном состоянии. К сезону горячих батарей дом не готов. Среди местных жителей не нашлось тех, кто бы всерьез взялся за это дело. Одним словом, нет здесь ни хозяина, ни специалиста, отвечающего за теплоузел. В данном доме мы уже неоднократно проводили сходы, и жители не хотят готовиться к отопительному сезону. Уже через неделю у нас получается запуск, и до сегодняшнего дня они до сих пор собирают денежные средства. Есть старшие по дому ответственные, но, к сожалению, господин они там. Задолженность по теплу и электроэнергии составляет около 188 тысяч деньги. Люди однозначно все переживают, все готовятся к теплу, все хотят, чтобы было тепло. Деньги собрали сейчас, ну где-то 80%, но активность у нас нормальная. Подвал не готов, то есть затоплен, и сейчас мы будем заниматься этим, чтобы откачать. Каждый дом должен быть зарегистрирован как объект кондоминиума, настаивают депутаты. А какая форма управления при этом будет, жители для себя должны решить сами. К примеру, в многоэтажках это в основном КСК или управляющая компания. В малых домах можно обойтись и управдома. Те, кто пустил свое хозяйство на самотек и из-за этого, как положено, не подготовил дом, теплотранзит Караганда имеет право попросту не подключать к теплоснабжению. При отсутствии, во-первых, персонала, обслуживающего данный дом, при отсутствии лица ответственного за тепловое хозяйство и при отсутствии акта стопроцентной готовности по подготовке к теплу, мы имеем полное право данный дом не подключать. Аналогичная ситуация в доме номер 58 по улице Ермекова. Казалось бы, центр города, а порядка здесь не наблюдается. В подвал депутаты и чиновники так и не попали. Некому было за ключом обратиться. Однако людям из Акимата точно известно, что промывку и опрессовку труб здесь никто не делал. Между тем, всего одна неготовая девятиэтажка может стать причиной того, что весь двор останется без хорошего теплоснабжения лютой зимой, считают специалисты. В Октябрьском районе тоже есть немало проблемных домов. Из тысячи с лишним многоэтажек четверть не имеют юридической формы управления. Среди таких 26-й дом в 11-м А микрорайоне Майкудука. Местные жители уповают на власти, требуя, чтобы им предоставили назначенного Акиматом председателя. То время, когда это забота самих обитателей дома. Не нашли взаимопонимания с жильцами и в 16-м микрорайоне. Многочисленные сходы с населением, организованные районными чиновниками, пока так и не принесли ожидаемых результатов. Дома к отопительному сезону не готовы. С кого спрашивать, неизвестно. Мы ежедневно проводим схода с населением. Также мы разъясняем о том, что они могут создать юридическую форму управления, КСК, ИП, либо ТО, либо могут войти в состав ближайшего КСК. Однако, со стороны жителей никакой инициативы не проявляется. То есть, к примеру, возьмем 16-м микрорайонный дом 47. В этом доме дом очень большой, 12 подъездных, 180 квартир. Сейчас жителями проводится сбор целевых средств. Но есть квартиры, которые отказываются вообще проводить целевой сбор на ремонт данного дома. Кондоминиумы городу необходимы. Через исполнительные органы народные избранники хотят довести процент зарегистрированных объектов до максимума. Сейчас главное – добиться понимания от горожан. Напрочь отсутствует логика. Дайте нам человека. Но не дадим мы человека. Не говорю, это не прерогатива городского маслехата, либо же городского акимата, районного акимата. Назначать какого-то представителя КСК. Здесь должна быть своя форма управления создана. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Первый Карагандинский. Власти города продолжают очищать Караганду от незаконных построек. На этот раз по решению суда снесли цветочный магазин в центре города. Карагандинские чиновники обещают полностью преобразить облик шахтерской столицы. Законного представителя ИП Мандриченко буквально застали врасплох. Что сюда придут судоисполнители с техникой, он не ожидал. Срок землепользования у бизнесмена истек еще в прошлом году. В продлении аренды администрация города отказала. Предприниматель возмущен, почему решение суда было вынесено заочно и о сносе павильона никто не уведомлял. Однако, в данном случае, пока мы приехали, нас о том, что будут проводиться какие-то исполнительские действия, оповестили только в момент исполнения исполнительских действий. И на каждом документе, который мы давали под роспись судебному исполнителю, отмечено время. Вызываем сотрудников правоохранительных органов, звоним в прокуратуру, никакой реакции нет. Сегодня в шахтерской столице насчитывается более 50 незаконно занятых земельных участков. Все они в ближайшее время будут подлежать сносу. На этих местах власти обещают положить газоны и посадить деревья. По словам руководителя отдела земельных отношений города, работа в данном направлении активно ведется. Указанная работа нами продолжается. И до того момента, пока мы не освободим все незаконно функционирующие объекты, указанная работа не прекратится. Также по информации ведомства, в суд было подано 25 тисков о ликвидации незаконных построек. Причем по 15 из них уже вынесены решения. Если владельцы сами не снесут свои строения, этим займутся судебные исполнители. Еще более 10 тысяч патронов охотничьего нарезного оружия сдала карагандинка в Центральный отдел полиции. Девушка рассказала, что недавно переехала в новый дом, на чердаке которого и обнаружила мешок с патронами. Какая сумма вознаграждения ожидает карагандинку, определит специальная комиссия. Напомним, что с 1 по 30 сентября в ДВД принимают незарегистрированное оружие. Добровольцев поощряют. Размер компенсации варьируется от 10 до 100 месячных расчетных показателей. Сумма зависит от вида и состояния оружия. За данные патроны данная гражданка получит вознаграждение. За каждый патрон сдавший получит 72 деньги. То есть получается 752 тысячи деньги она получит уже за данные патроны. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. В Карагандинскую область рабочей поездкой посетил префект конгрегации Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри. Он был тепло принят Акимом Карагандинской области Баужаном Абдишевым. Глава региона подчеркнул, что в области активно действуют этнокультурные объединения крупнейших диаспор. По предложению президента страны в столице проводятся съезды лидеров мировых традиционных религий. В прошлом году прошел уже четвертый съезд, в работе которого приняло участие 86 делегаций из 40 стран мира. В настоящее время в Карагандинской области зарегистрировано 18 католических религиозных объединений. Их посещает более полутора тысяч прихожан. Глава региона поблагодарил Леонардо Сандри за визит и выразил уверенность, что он будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между католической церковью и местными органами власти. Я хотел бы передать вам поздравления святейшего отца Франциска, который выражает свои пожелания, чтобы ваш регион, ваш город, ваша область была благословенна, и чтобы она росла и развивалась как можно успешнее, и чтобы была не только экономической и политической силой, но и моделью согласия и мира между народами, между религиями, примером для всей страны. Мы продолжаем выпуск. В Караганде открылась служба социальной адаптации выпускников детских домов. Она создана по поручению главы региона Бауржана Абдишева. Здесь оказывают правовую и психологическую поддержку для сирот, а также помогают молодым людям с трудоустройством и обеспечением жильем. Профессиональные юристы, социальные педагоги и психологи, специалисты уже работают над тем, чтобы помочь выпускникам детдомов. В службу социальной адаптации, что при Центре молодежных инициатив, смогут обращаться сироты, которым необходимо найти работу, жилье или просто получить психологическую поддержку. Я просил его, чтобы более совсем не просто сидеть, можно даже делать, а выезжать заранее. Вот, допустим, в сегодняшний день 205 выпускников, которые по итогам 2014 года будут, допустим, с ними заранее работать. Глава региона лично ознакомился со структурой и основными направлениями деятельности этой службы. Осмотрел кабинеты юридической и психологической помощи, игровую комнату для детей дошкольного возраста и секцию семейного общежития. Затем состоялась встреча с группой выпускников детских домов, поступивших по образовательным грантам Акима области, вузы и колледжи. Посредством конференц-связи учащиеся поделились своими впечатлениями о первых днях студенческой жизни. Я с детства мечтала поступить в каргу, так как я занимаюсь спортом, являюсь чемпионкой Казахстана по вольной борьбе и очень рада, спасибо большое всем, кто уделяет нам внимание будущим выпускникам детских домов. Я мечтаю также окончить каргу, закончить каргу и также тренировать детей, как и мой тренер. В завершение встречи Баужан Абдишев поздравил выпускников детских домов этого года с поступлением в высшие учебные заведения и колледжи. А затем вручил ценные подарки двум семьям, проживающим в общежитии Дома молодежи, у которых в этом году родился второй ребенок. А Центру молодежных инициатив ключи от автомобиля «Газель». Сегодня в соблазном бюджете выделено 13,5 миллионов тенге. Это, можно сказать, что нет таких служб аналогов в Казахстане. И первая такая служба открывается в Караганде. На сегодняшний день 204 выпускников вышли в этом году. Сегодня самая главная работа Центра, это проблема выпускников, это жилье. И второе – это трудоустройство. Мы будем помогать и психологически помогать всем ребятам. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области проинспектировал ряд городов и районов региона. Выяснялось, как учтены недоработки за прошлый год и как область подготовилась к зиме. В прошлом году в микрорайоне Костанки-Льды-Жесказгана произошло подтопление части жилых домов. В различной степени пострадали 135 построек. Это произошло из-за переполнения орычного канала. Было решено построить водопропускные каналы. Первая часть договора – 54 353 000 тенге. Вторая часть договора – 80 671 000 тенге. Значит, первая часть проекта уже выполнена и завершена. Договор был составлен 14 апреля. На данный момент первая часть проекта выполнена. Вторая часть – 80 671 000 тенге. Договор выполняется. На сегодняшний день уже закончены работы по строительству первого канала В октябре текущего года строители должны сдать и остальные два На Жесказганское ТЭС проведен большой объем работ по подготовке к отопительному сезону В рамках бюджета на проведение профилактических и ремонтных работ выделено около полутора миллиардов тенге В рамках инвестиционной программы еще 520 миллионов Подготовка зимней компании проходит под контролем управления ПЧС города Жесказгана Не забываются и требования экологов Предусмотрена замена существующих зологлавливающих установки в виде труб вентурии На более совершенные, более современные устройства, которые называются эмульгаторы Вот они за моей спиной В Ултауовском районе за последнее время произошло 5 природных пожаров на общей площади в 95 гектаров Совместно с отделом ПЧС администрации Ултауского района создано 167 добровольных пожарных формирований В которых задействовано 650 человек Добровольные формирования оснащены техникой, приспособленной для тушения пожаров пожарными мотопомпами В этом году из 5 возникших пожаров добровольцами было потушено 3 Добровольные пожарные формирования обучаются введению борьбы с огнем на общих учениях С помощью приобретенного автомобиля с высокой проходимостью были проведены аварийно-спасательные работы по выводу людей и техники из снежных заносов Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский В Караганде полным ходом меняют старые высоковольтные линии на новые Сегодня такая работа проводится на линии, соединяющей Новый город и подстанцию Сантехническая Реконструкция проводится в рамках инвестиционной программы Караганды-Жарык Практически ТО Караганды-Жарык заново устанавливает высоковольтную линию Старые опоры, которые стоят с 1967 года, заменяются новыми Их производят в Талли-Каргане На установку каждой опоры уходит около двух суток Сюда входит подготовка, фундамент, сборка, опоры на месте и, самое главное, установка Помимо этого, сечение провода будет увеличено на порядок, что позволит повысить мощность передаваемого электрического потока и снизит ненормативные потери Все работы разбиты на три этапа Первый этап планируется завершить уже к началу октября На данный момент установлено 25 опор До конца месяца планируется установить порядка 59 опор Реконструкция высоковольтной линии позволит увеличить количество энергообъектов А это новые производственные мощности и улучшение энергоснабжения горожан Производится реконструкция воздушной линии электропередач 110 кВт Новый город Сантехническая с отпайками КЗО И также можно будет увидеть, что расширение идет под станцией Обновленная высоковольтная линия Новый город Сантехническая протянется почти на 19 километров Это только малая часть инвестиционной программы, которую сегодня реализуют Караганды-Жарык Компания «Казахтелеком» вновь раздает подарки своим клиентам Надо только подключиться к ID.NET Обладатели этой услуги участвуют в розыгрыше призов Главный из которых – планшетный компьютер Компания «Казахтелеком» продолжает удивлять своих абонентов ID.NET пользуется в Караганде очень большой популярностью Есть три тарифных плана, из которых самые популярные – это ID.NET SuperHit, ID.NET Turbo и ID.NET Hit При подключении к тарифному плану ID.NET SuperHit абоненты получают неограниченный объем трафика, высокую скорость С 1 августа скорость на внешние ресурсы составляет 50 мегабит, на казахстанские – 100 мегабит И могут осуществлять безлимитные звонки по всему Казахстану на все городские номера ID.NET получает в Караганде все больше популярность Акция ID.NET дарит подарки стартовала в мае этого года За это время в ней приняли участие более 4 тысяч карагандинцев 40 абонентов посчастливилось Они стали обладателями призов от «Казахтелекома» Их торжественно поздравили с победой Поздравляем! Главный приз – планшетный компьютер – вручили Юрию Мерц Он уже оценил качество услуги и остался доволен своим выбором Мы подключились к услугам «Казахтелекома» И нам провели все эти услуги Но так как неожиданно, приятное известие, мы выиграли главный приз – планшет Подключать ID.NET очень просто – надо обратиться в «Казахтелеком» Вам предоставят не только высокое качество и скорость доступа во всемирную сеть Но и модем, который позволит подключить все устройства посредством Wi-Fi Мы подключаем за один визит Договора и доставку оборудования осуществляют наши специалисты Абоненту выдается Wi-Fi модем То есть на сегодняшний момент все свои устройства Планшеты, компьютеры, ноутбуки Абоненты могут подключить по беспроводной сети Подключение бесплатно Акция действует до 31 декабря текущего года Подобные акции проводятся компанией «Казахтелеком» постоянно Участвовать в них можно до конца этого года Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский Футбольная команда «Шахтер» вылетела в Грецию Здесь «Горняки» сыграют в первом матче Группового раунда Лиги Европы против местного «Паока» Игра состоится 19 сентября Сегодня действующих чемпионов страны В аэропорту проводили десятки болельщиков вкупе с журналистами Вместе с ними пожелал удачи команде и Бауржан Абдишев Я жду от Вас результаты именно здесь Поэтому акцент делаем не сюда Именно в группе Кубка Европы Лиги Европы Поэтому здесь Вы должны выложиться Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал Галвин, Херкюль Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником Сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей Для окон и дверей в Республике Казахстан И мы представляем Вашему вниманию Эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал Алюгал производит алюминиевые профили Широкого ассортимента и высокого качества Любой сложности и на заказ Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы Алюминиевые профили Алюгал Это современно, долговечно и престижно Мы можем подобрать любой цвет Легка в сборке и проста в эксплуатации Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат Алюминиевые системы Это Алюгал Это все новости на сегодня Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649 Звоните, если у Вас есть интересная информация Смотрите нас завтра в это же время Всего доброго Аман Саубоинсдан Редактор субтитров А.Семкин